Всем привет, добро пожаловать на мой YouTube-канал, меня зовут Лалуна, и сегодня я расскажу вам, как создавать шмотки в зипето на телефоне. Снимаю это видео, потому что сегодня мне наконец-то одобрили мои вещи, которые я создала. Пока что у меня всего лишь две вещи, одну из которых я купила, а одну нет, потому что у меня нет денег. В общем, одобривались они очень быстро, за один день, что очень круто, потому что я знаю, что раньше вещи обновлялись гораздо дольше. Но буквально вчера я отправила эти две вещи на одобрение, и сегодня они уже есть у меня. Из особых программ, которые нам понадобятся, это я рекомендую вам Adobe Sketch. Он действительно очень удобный и лично для меня самый простой в использовании, и там есть и нужные функции для создания. Я не очень рекомендую вам использовать PixArt, потому что PixArt сохраняет картинку не в том формате, но там есть полезная функция со стикерами. И браузер. Я буду использовать Google Chrome, потому что в нем можно расширить сайт до версии ПК. Таким делом мы заходим на сайт Zipeta Studio и включаем в настройках браузера полную версию сайта и заходим в наш аккаунт Zipeta. Буду показывать вам процесс создания на примере вот этой вот повязки на голову. Нам нужно скачать развертку этой повязки на телефон с помощью кнопочки «Сохранить». Находим место, куда мы этот файл скачали и сохраняем его как картинку. Я буду использовать всего лишь одно приложение, это приложение Adobe Sketch. Лично для меня оно самое удобное и самое простое, и мне не придется дергаться из разных приложений, чтобы сделать то, что мне нужно. Я уже создала себе нужный формат, как я называла его Zipeta, но если вы только-только скачали это приложение, вам нужно создать свой формат. Он должен быть 512 на 512 пикселей. Вы можете назвать его сразу Zipeta, чтобы не запутаться. Сохраняем формат и открываем его. Здесь мы добавляем картинку. Это должно быть вот это изображение, которое мы только что скачали. Распределяем его по всему холсту. Теперь я открываю Pinterest и ищу подходящую картинку. Вы также можете ее нарисовать сами, либо же найти где-то в интернете, сфотошопить ее, изменить так, как вы хотите. Например, картинка вот с такими вот смайликами. Переходим в это приложение и добавляем поверх изображения с этими смайликами. И сохраняем. Но все не так просто. Сейчас я покажу, что обычно делаю я. Так как эти смайлики слишком большие, я делю эту картинку на 4 маленьких частей. Вот. И тоже сохраняем эту картинку. Заходим в то место, где мы скачали этот шаблончик и нажимаем на кнопочку Upload. И загружаем. Сначала покажу вам, как это работает с первой картинкой. Вот у нас есть предпросмотр. Лично мне кажется, что вот эти смайлики слишком большие. Вот. Этот вариант мне уже более-менее нравится. Я даже могу прямо сейчас нажать ОК и загрузить его. Отправить на предпросмотр. Выбираем цену. У меня было такое, что первые мои вещи загружались ровно день. Я сейчас не шучу. Они действительно грузились вот так день. Я думала, что меня придется ждать опять. Но нет. Вот так это выглядит в итоге. Мы можем отправить на телефон предварительный вариант. И посмотреть, как это будет выглядеть в игре. Мы сейчас назовем нашу вещь. Я назову ее просто смайл. Я бы, конечно, поставила цену 1 гем, но, видимо, они не хотят такие дешевые вещи иметь в своих магазинах. Поэтому самое минимальное, что я могу поставить, это 2. И отправляем на одобрение фиолетовую кнопочку сверху. И мы должны подтвердить, что мы со всем этим согласны. В правом верхнем углу мы видим одно уведомление. Мы на него нажимаем. И можем как раз просмотреть, как эта вещь будет выглядеть в игре. Мне, кстати, очень нравится. В общем, если эту вещь одобрят, вы сможете увидеть ее совсем скоро в игре. У меня вещи одобривались и отклонялись в течение одного дня. Создала еще пару вещей. И три последних отправила на одобрение. Я очень хотела попробовать сделать ногти. Штаны и юбку я сделала, потому что они стоят 1 зэм. Ко мне пришло 3 уведомления. И сейчас мы померим все, что я создала. Начну я с маникюрчика на ногтях. Вдохновлялась я... Отлично, ничего не видно. Вдохновлялась я фоточками с ВКонтакте. Маникюр с желтым ногтем и коровьим, притом и смайликами. Я так понимаю, увеличить мы это не можем. Какая жалость. Но на компьютере я это все увеличивала. И смотрится, в принципе, неплохо. Далее штанишки с принтом. Я вдохновлялась фотографиями из Пинтереста. И вот такая вот юбочка. Немного напоминающие штаны, которые я делала до этого. В общем-то, это все. Если мои вещи продолжат одобрять и дальше, я добавлю в свой магазин еще много разных вещей. Хотелось бы также сказать, что есть такая возможность, что ваши вещи могут не одобрить. Такое произошло со мной. Первые две вещи, которые я отправила на одобрение, были две майки. Одна маечка с надписью «Ангел» и майка со змейкой. Я сейчас даже покажу. Вот так это выглядит. Первая майка. И вот так вторая. Несмотря на то, что я видела даже вещи с матными словами в магазине Диппет, эти вещи не одобрили за нарушение правил. Как я поняла, там нельзя делать вещи с надписями. Какое-то такое правило было написано. Но такие вещи я и до сих пор замечаю в новых товарах Диппета. Хоть уже и реже, но все равно. Очень было грустно и обидно. Но хорошо, хоть я ждала один день, а не месяц. Так было бы еще обиднее узнавать о том, что месяц я прождала. Еще я знаю, что нельзя сразу много вещей на одобрение отправлять. Лучше дождаться, пока они одобрятся, и потом уже добавлять новые. Знаете, я себя сейчас прям почувствовала блогером, который создал собственный мерч. Если вы вдруг захотите найти то, что я создала, вы можете просто вбить здесь «Ла Луна». И в поиске, вообще тут есть поиск по разделам, но вам сразу высветятся вещи. И будут вещи, которые я создала, и их цена. Также вы можете найти меня по моему коду «Зиппито». Вот он тут находится под моим именем. Добавить меня в друзья. Сходить померить вещи. Сходить померить вещи, которые я создала. Там скоро появится все то новенькое, что я создала. Возможно, я попробую создать что-нибудь с основой своей моделькой. Например, как в магазине есть вещи с какими-то 3D-эффектами. Например, крыльями бабочки. Или просто какими-то очень мега-забавными. Например, я могу быть мандаринкой. Или очень странные вещи. Но это уже в следующем видео. Всем спасибо за просмотр этого видео. Мы увидимся с вами очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok